На просторах нашей необъятной Родины не везде жить хорошо. Благодаря президентской кампании 2018 года нашим соотечественникам стало известно о существовании островка социального оптимизма – совхоз имени Ленина. Вначале многие подумали, что Грудинин возглавляет совхоз имени Ленина, но потом разобрались, что есть сельское поселение и его всенародно избранная глава Елена Ивановна Добренкова и директор градообразующего предприятия ЗАО совхоз имени Ленина Павел Николаевич Грудинин. В чем же феномен совхоза? Вы живете город в городе, конечно. Не только город в городе, а вот такая огромная страна, которая сужается, сужается. И вот здесь кусочек в большущей стране, которая фактически разрушилась. У вас такое чудо. Нам очень действительно повезло. У нас власть, которая есть здесь, потому что я как бы представитель власти здесь. И градообразующее предприятие, директором которого является Павел Николаевич, мы вместе. Я работаю здесь с 91-го года, но не все время во власти я работала в школе. С 9-го года я глава поселения. И фактически получается, вот с 91-го года мы все вместе решали одну и ту же задачу. Вот если говорить о Советском Союзе, то тогда всегда было так, что на территории было большое предприятие, которое, собственно говоря, и так это, скажем, смотрело, не смотрело, помогало всем. Вспомните, шестер, детские сады, больницы, все остальное. Содержать все это на бюджетные деньги просто невозможно. Никакого бюджета не хватит. И помогали всегда предприятия. И предприятия контролировали. Вот эта та же самая система здесь осталась. Есть предприятие, которое является шефом всего, что здесь находится. И, собственно говоря, всем помогает. Все бы было хорошо, но земли совхоза, расположенные сразу за МКАД, стали лакомным куском для рейдеров. Долго бились захватчики, но никак не могли подобраться к активам предприятия. Ситуация в корне изменилась, когда бывшая жена Павла Николаевича, Ирина, стала действовать с ними заодно. Суды стали штамповать прямо волшебные решения одно за другим, создавая благоприятные условия противникам Грудинина. При их поддержке группа компании Ротаагра, курируемая депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», известным публике по расследованиям ФБК Алексея Навального Дмитрием Саблиным, продолжила осуществлять задуманный захват ЗАО. Печально то, что для людей, находящихся у власти, такой вот демонстративный патриотизм стал способом получения и защиты своего имущества. Рейдеры, пользуясь судебной системой, судебных приставов, налоговую инспекцию, пытаются каким-то образом повлиять на руководство совхоза. Ну, во-первых, его опорочить, во-вторых, неправильное решение судов изъять собственность, взять контроль над предприятием, ну, а потом, как обычно, они ее разрушают. Они вышли на мою бывшую супругу с ее помощью, как они уговорили, это отдельный разговор, изъяли часть акции у нас, опять же, совершенно незаконно. Эта компания, шаг за шагом, сулярайскую жизнь, только ухудшает созданную командой Грудинина и без того прекрасную жизнь в совхозе. Вначале, в нарушении законов и регламентов, вопреки воле жителей поселка и его представительного органа сельской думы, совхоз имени Ленина объединяют с поселением Развилка в городской округ. Таким образом, они лишают жителей возможности действовать через сформированные ими органы местного самоправления. Да, мы были против объединения в городской округ, мы не хотели этих назначений, мы хотели выбирать человека, который будет управлять нашим поселком. Здесь была администрация, которая была выбрана народом, здесь было местное самоуправление, реальное, которое сейчас уничтожено. До новых выборов ни самовыдвиженцев, ни выдвиженцев дружественной Грудинину КПРФ не допускают. В результате, вместо главы Добренковой, в совхозе появляется начальник территориального управления из веков и начинает бурную деятельность по поиску ложки дегтя, бочки меда. Регулярно расхаживая по совхозу в сопровождении сразу двух съемочных групп, он якобы выявляет мнение граждан, с которым обещает считаться в первую очередь. Однако, произошедший с увольнением старого директора сельской школы случай показывает, что эти обещания не более чем слова. Конечно, это надо обсудить, потому что здесь видят... Мы организуем здесь детство, досугивая что-то, это тем самым выдавит вот этот негатив, который здесь не только в вечернее время, но иногда и днем. Что надо учитывать, все равно мнение жизни. Сегодня есть уже отчетная точка, и будет. Надеемся. Иди к впечатлению у вас, вы посмотрели территорию. А потом много, и подночилась. Но это еще не весь набор домашних заготовок, придуманных, чтобы очернить Грудинина. С приходом новой власти на улицах совхоза появляется нанятая заезжая молодежь, которая снимает инсценировки получения травм от якобы столкновения с элементами ограждения. Съемку одного из таких постановочных сюжетов жители прислали нам в редакцию. Все эти действия, срежиссированные недоброжелателями, только забавляют жителей совхоза, знающих Павла Грудинина и его добрые дела. Поддержка учреждений, поселения говорят о нем лучше всяких слов. Да недаром сказано, что по плодам их вы узнаете, кто они. Плоды Грудинина мы видим. А о плодах рейдеров мы еще поговорим. В понедельник, 15 июля 2020 года, по совхозным чатам прокатилась как удар грома информация об увольнении директора сельской школы Татьяны Рыбкиной. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Хочу сообщить вам сегодня, что в школе совхоза Ленина опять случился судьбоносный день. Уже три дня сгущались серые тучи над нашей школой в связи со всеми политическими аспектами, которые происходят в поселке. И, наконец, палил огромный град, который увенчался изменением административной структуры в школе совхоза Ленина. Сегодня я покинула пост директора школы. Поэтому у вас с завтрашнего дня новый молодой директор школы, который, надеюсь, наверное, в новой системе заменит меня так, как хочется очень многим, которые, может быть, давно уже хотели, чтобы здесь была смена руководства. Но при этом все равно хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы были со мной 8 лет, за то, что вы понимали меня, за то, что вы принимали меня и за то, что мы все вместе сделали очень-очень много хорошего. Потому что сегодня при сдаче дел вся администрация Ленинского городского правления образования говорила только теплые слова в адрес всего педагогического коллектива за его труд. Я надеюсь, что град поутихнет, война пройдет, и вы снова живете мирно. Удачи вам всем, всего хорошего, а главное – здоровья. Ее почти плачущим голосом записанное обращение не могло оставить равнодушными родителей учеников, живущих в совхозе. Утром 16-го они собрались у ворот школы, чтобы выяснить, что произошло. Новый директор выйти к людям не решилась и пригласила к себе несколько родителей. При этом категорически отказалась говорить под камеру. Как бы директор сказал, что представители массы пройти могут в кабинет, камеры нет. А представители СМИ не могут? Да. А почему? Это общественное дело или тут какой-то межсобочек намечается? Ну, вы не задавайте этих вопросов. Ну, пусть выйдет тогда сюда директора и сама объяснит, что она боится-то. Да, договорилась, чтобы она вышла к общественности. Только после приезда депутата Татьяны Вуевич удалось добиться договоренности, чтобы организовать встречу с новым директором и услышать позицию старого директора относительно произошедшего. 19.00 того же дня еще большее число жителей собралось у ворот школы. Недоумение у всех вызвало заявление Татьяны Рыбкиной, которая сразу же кинулась защищать нового директора и отрицать сказанное в своем распространенном ранее обращении. Почему же жители так категорически не приняли нового директора? Основных причин две. Новый директор школы аффилирован с рейдерами. Вот что об этом рассказывает Грудинин. А вот он же только уже в Истре, видите, с, скажем так, с девушкой, с своей женой, ну и с ребенком, двое детей. А вот эта жена его, Андреева Наталья, а вот эта... Директором она как раз... Она, да, сегодня назначена директором. Какой смысл жену представителя рейдеров сажать сюда в совхоз из Истринского района, хотя понятно всем, что у нас достаточно... Если даже Татьяна Геннадьевна хотела уйти на пенсию, хотя я точно знаю, что она не хотела этого делать, и мы с ней вчера разговаривали достаточно долго на этом. Какой смысл было из Истринского района привозить сюда кого-то? На мой взгляд, это абсолютно понятная история. Когда вдруг всех, кто близок к коллективу совхоза, пытаются уничтожить, выгнать с работы, лишить каких-то доходов, только потому, что они хорошо относятся к директору совхоза и к самому совхозу. Есть несколько вопросов к вам, точнее, наверное, к вашей все-таки семье, к вашему мужу, который состоит в организации «Опора России». В этой организации также состоит еще один человек по фамилии Дупак. Вам о чем-то говорят эти фамилии? Я знаю многих людей в Московской области, да, так же, как и вы все. А что, какое непосредственное отношение они к вам имеют? Супруг Муня Андреев Сергея Олеговича Штонова. Я ушла сама с сынами, я переехала сюда. Откройте мою трудовую книжку и посмотрите. А вы думаете, вы не посмотрели, что ли, перед тем, как вы сюда прийти к семи часам? Все, что не могло дать государство для качественного образовательного процесса и комфортного развития детей давало САО «Совхоз имени Ленина», с которым новые власти противоборствуют, а не сотрудничают. Вторая причина, не менее важная, – это отсутствие должной квалификации у вновь назначенного руководителя школы. Ведь история Истринской школы, наотрез отказавшейся принять этого так называемого специалиста, у всех на слуху. В итоге решение Управления образования, принятое без мнения родителей, раздражает и вызывает тревогу. Жители намерены бороться за интересы своих детей до победного конца. Тем более, что кадры для назначения на должность есть. Елена Добренкова могла бы стать той компромиссной фигурой, которая устроила бы всех. Ведь до ее избрания главой сельского поселения она была директором именно этой школы. И все ей были довольны. Но конструктива от рейдеров ждать не приходится. Открыв офис в здании бывшей администрации поселка, они принялись осыпать жителей и работников ЗАО совхоза имени Ленина обещаниями сладкой жизни. Надой увеличим, зарплаты повысим, социалку сокращать не будем. Типа денег хватит на все. Чего стоят такие обещания судить вам, наши дорогие зрители? ТВ-совхоз лишь предоставляет вам факты. Это, видимо, раздражает трейдеров. И чтобы мы замолчали, вчера через фейковый аккаунт нам прислали предложение купить наш общественный канал. Горе тем людям, которые привыкли, что все можно купить. Вера, идея и свобода не имеют стоимости. Кто сеет ветер, тот пожинает булю. За нами правда, и мы отстоим, наш совхоз, от оккупантов и незваных гостей. Оставайтесь с нами и не забывайте делиться этой ссылкой с друзьями в социальных сетях. С вами был ТВ-совхоз. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok